Добрый день, уважаемые слушатели и зрители! Позвольте представиться, меня зовут Данил Попов, я являюсь аспирантом кафедры технологии неорганических веществ и членом Совета молодых ученых ИГХТО. Мы запускаем серию прямых трансляций с учеными с мировым именем и студентами, успешно публикующих статьи в зарубежных и отечественных журналах. В режиме онлайн наши гости поделятся своим практическим опытом написания и подготовки рукописи, расскажут, как лучше отвечать рецензентам и ответят на ваши вопросы. К слову, свои вопросы вы можете оставить в специальном разделе в официальной группе ИГХТО. И сейчас с нами на связи прямиком из Швейцарии наш первый гость Владимир Рыбкин. Добрый день, Владимир! Добрый день, Данил! Добрый день всех! Вы выпускник, насколько я знаю, Ивановского государственного химико-технологического университета. Сейчас ведущий ученый кафедры химии Цюрихского университета. Владимир, расскажите, пожалуйста, в чем заключается сфера ваших научных интересов? Я теоретический химик, квантовый химик. Я занимаюсь разработкой и применением расчетных мероприятий для химии и материаловедения. Это теория и моделирование. Я не работаю в лаборатории, ничего не взрываю, не жгу, не перевожу реактивы, работаю с компьютером. То есть те наши студенты, которые хотят взрывать, переводить реактивы, это получается немножко не та стезя у вас, да? Вы больше теоретик, нежели практик, да? Безусловно. Получается, вы работаете больше с компьютером, да, с ПК, нежели сидя там в лаборатории, переливая из колбочки в колбочки и так далее? То есть я совсем не переливаю с колбочки в колбочки, работаю с ПК, но не только с ПК, я работаю с суперкомпьютерами тоже, удаленно, разумеется. Это важная часть нашей работы. И вот скажите, пожалуйста, что именно вас привело к занятию именно этим направлением, именно по этому направлению, почему вы решили заниматься? Так случайно, наверное, получилось. В химтехе я занимался научной работой на кафедре физики. У Георгия Васильевича Гиричева занимался экспериментальной молекулярной структурой. Да, физическая химия мне всегда нравилась, это не случайно. Физическая химия велика, там есть и теория, и эксперимент. И занимаясь физическим экспериментом, я понял две вещи. Во-первых, что я не очень хороший экспериментатор, то есть руки не оттуда растут. Во-вторых, там мы немного занимались теорией тоже, в качестве сопроводительных расчетов. Я понял, что мне это интересно. А когда я заканчивал университет, появилась возможность поступить в аспирантуру в Норвегию к профессору Фельгакеру, который являлся и является одним из главных мировых теоретиков. Это был, конечно, шанс, которым я воспользовался. Ну да, интересный довольно у вас такой опыт, научный путь. Вот такой вопрос к вам. Вы сейчас работаете в Швейцарии, так? И получается, наши слушатели уже знают, что у вас есть опыт ведения научной деятельности как у нас в России, так и за рубежом. Понятно, что образовательные системы очень отличаются. Но в чем самое существенное отличие, на ваш взгляд? Скажите, пожалуйста. Да, хороший вопрос. На два часа. Я бы вообще ответил с точки зрения организации Института образования. Я бы сказал, что у нас почти нет академической автономии. На Западе и на Востоке тоже она существует. То есть в чем это проявляется? В том, что, во-первых, у нас все университеты почти все федерального подчинения. Они мало взаимодействуют с местными органами власти, местным бизнесом и так далее. То есть они фактически мало самоуправляются. То есть формально институты самоуправления существуют, на самом деле нет. Ну и они очень жестко привязаны финансово к Министерству образования. Ну вы сами знаете, каждый год меняют нормы набора. Неожиданно может исчезнуть целая кафедра, как удаливать людей и как вообще при такой жизни планировать долгосрочное развитие. Все туда такое откладывает глубокий отпечаток на всей академической жизни. Это первое. Ну еще маленькое второе. У нас мы гораздо менее глобализованы. И это тоже... Отличает нас от других стран. У нас развиваются какие-то свои традиции, которые не всегда оптимальны, поскольку мы меньше перемешиваемся с другими и делимся опытом. Так вот, все-таки в конечном-то итоге, где вам удобнее заниматься наукой? У нас было, да? Сейчас нет ни рекламы и ГХТО. У нас в химтехе? Или все-таки в том университете, в котором вы сейчас находитесь? Вообще... Тут много личного. Ну да, вопрос такой... Лично я, наверное, никогда не был так счастлив, как когда я работал в УАНГе. Это, наверное, сочетается с возрастом, с наличием друзей и прочим. Но если пытаться говорить объективно, то, конечно, условия для науки в Западной Европе несравнимо лучше. И человек здесь может большего достичь. Хотя здесь и конкуренция намного выше тоже. Матч, чтобы вылететь из профессии очень легко. Мне будущее это уже не гарантировало. Хотя мои ровесники в химтехе заведуют кафедрами или проректорством и так далее. Наверное, здесь бы я... Фамилия, да? Я не буду назвать фамилию, но вы сами знаете. Вот вы упомянули, что до аспирантуры вы занимались в ЭГХТО, а потом уже аспирантуру проходили за рубежом, так? Так. Что сподвигло вас переехать за рубеж? Почему вы это взять и уехать? Амбиция, любопытство, любознательность, понимание того, что за пределами ЭГХТО могут быть другие возможности, целый новый мир. Почему нет? И конкретно, если говорить, то лаборатория, в которой я защищал свою диссертацию, это лаборатория мирового уровня, теоретическая. В России таких нет вообще. Не то, что у Ванны. Во всей стране. Но имею в виду теоретиков. Не понял. Эксперментаторов говорить не буду, не знаю. Так вот, смотрите, вы сказали, да, Владимир, амбиции, желание реализовать свои возможности. А что еще позволило вам выиграть, я так понимаю, конкурс на обучение за рубежом? Ну, конкурс был, мне кажется, условный. Но в любом случае, как вас допустим? Я думаю, что российское образование не то, чтобы... Я не хочу вселять у людей излишний оптимизм. Я не буду говорить, что российское образование лучшее в мире, я так не считаю, но оно достаточно хорошо, чтобы получить стипендию на обучение в аспирантуре. Или в Америке, а то реально. По крайней мере, в том, что касается химии. Ну, чтобы получить стипендию, нужно иметь какой-то багаж знаний, багаж опыта. Да, безусловно. Мы это знаем как публикование статей в журналах, так, чтобы было определенное портфолио у студента, магистра, аспиранта. Даже думаю, что это что-то не совсем обязательно. Тут более либеральное. Главное, это образование. Именно то, какие предметы ты изучал, сколько ты их изучал, какие у тебя за них оценки. Потому что от магистранта, как правило, не требуются научные публикации для него. Здесь, на Западе, важнее разнообразие опыта. У нас часто люди начинают заниматься научной работой со второго курса, и к шестому у них 10 статей, например. Но зато этот опыт довольно узок. То есть, если человек в лаборатории начал, там же он заканчивает. Здесь люди стараются, допустим, постажироваться в разных компаниях, в разных лабораториях, попробовать то это. Да, возвращаясь к вопросу, то есть, статьи необязательны. Но хуже от этого, конечно, не будет. Они убедят руководителя в том, что... потенциального руководителя в том, что ты способный ученый. Вот тогда вопрос сразу вам в лоб. Статьи нужно писать? Да, конечно. Чем больше, тем лучше. Тогда вот объясните, пожалуйста, почему сегодня молодым ученым важно публиковаться в журналах, и в том числе в зарубежных? Ну почему в журналах? А где еще можно публиковаться, если не в журналах? Почему им нужно публиковаться? Потому что это делает их работу видимо, иначе никто не узнает, какие умные, чего хорошего сделали. Это способ коммуникации. Собственно, научные журналы возникли одновременно с наукой. То есть, не с традицией исследований мира, а с директорической философией, а именно с современной наукой. Когда появилась наука в виде университетов, лабораторий, профессиональных ученых, появились журналы сразу же. Это неотделимо. Если мы уберем журнальные публикации, мы не будем иметь наук в виде, в каком она возникла и перевернула мир. А вторая часть вопроса, простите. Ну, значит, самое главное, почему было важно знать, для чего вообще публиковаться в зарубежных журналах? А, в зарубежных. Да, в зарубежных, ага. Я бы не стал здесь проводить железный занавес между Россией и мир Россией. сделал тут не столько в зарубежности или не зарубежности, а в авторитетности журналов. То есть важно, чтобы журнал был уважаем в вашем профессиональном сообществе. Такие субъективные критерии. Да, есть объективные критерии. Важно, чтобы он индексировался в наукометрических базах данных, то есть соответствовал по качеству редактирования, рецензирования и прочего, чтобы он субъективался на английском языке. Просто такие серьезные журналы в России есть химические. Они, к сожалению, не ведущие, но они вполне уважаемы. Допустим, по-русски это называется «Вестник российского химического общества» имени Менделеева, как у нас принято. «Вестник РХО» с аббревиатурой, очень длинная, а по-английски называется «Менделеев communications». Коротко. И, допустим, «Успехи химии», обзорный журнал «Russian Chemical Reviews» называется «Вполне уважаемые знания». Можно и в них публиковаться, хотя есть и лучше. Да, то есть, если российский журнал соответствует, пожалуйста, можно и в российском. Важно, чтобы его читали везде. Но, к сожалению, наши журналы в среднем подстоит. Задаю этот вопрос, потому что нас слушают еще студенты, и, уважаемые слушатели, записывайте все то, что говорит Владимир. Возможно, ваша статья пройдет в этот журнал, и вы будете иметь публикацию в уважаемом журнале. Ага, извините, что вас перебил. Все хорошо. Вот. Хорошо. Мы поняли, что нужно публиковаться, так? Угу. И есть одно интересное произведение, да, Юиса Кэрла Алиса в стране чудес, и мы знаем очень много интересных таких реплик. Вот одна из них. Любое приключение должно с чего-либо начаться. Банально, но даже здесь это правда. Владимир, поведайте, пожалуйста, с чего вообще начать писать статью? Именно писать или производить? Вот именно взять и усадить себя за написание статьи. нужно приделать ремень к стулу, сесть и пристегнуть себя ремнем. Перед этим можно себя пнуть. Это тяжело. Я давно этим запихнув и да, я себя заставляю. Иногда, конечно, идет гладко, особенно, когда начнешь, а потом не остановишься. А есть какие-то более гуманные способы? Более гуманные? У меня нет, но у меня мой личный опыт. У меня мой опыт говорит о том, что в любой работе есть неприятные аспекты. И вот усадить себя за писание статьи, это не самое приятное. Свеченому, по крайней мере, мне интересно решить задачу получителя. и это вызывает воодушевление и прилив эндорфинов. А вот сесть писать тяжелее. правда, надо иметь в виду, что когда вы пишете, опубликуете, это тоже даст вам прилив эндорфинов, потому что люди прочитают, начнут цитировать, они ее увидят, и это тоже приятно, открыть сайт журнала, ваша статья, положительная мотивация. Показать своим родственникам и смотри, меня напечатали. Например, в фейсбуке поделиться, лайки собрать, можно в инстаграме, кому как нравится. В конце концов, многие ученые ведут социальные сети весьма активно, предъявляют себя там. Хорошо, я вас понял, что вы больше придерживаетесь не таким гуманным способом, как себя заставить сесть и написать статью. Но тем не менее, вы так или иначе садитесь и начинаете работать. Так вот, поделитесь, пожалуйста, опытом, как вы вообще ищите информацию для того же самого литературного обзора сейчас. И сравните, пожалуйста, как вы искали эту информацию для литобзора, когда вы еще учились в студенчестве. Ну, сейчас я пользуюсь общими знаниями. То есть, я регулярно читаю литературу, журналы, авторитетные журналы, в которых публикуются статьи по моей тематике. И, в принципе, обычно я процентов восемь есть статей и знаю. У меня уже есть подборки, я их просто включаю, все. У меня все это в голове сидит. Иногда надо поискать, ну, тут что, Google Scholar, Web of Sites и все прочее. Что-нибудь найдется, но обычно там откровений не будет, потому что если вы в теме, вы и занимаетесь, то вам следует регулярно читать литературу. Ну, например, я так делаю и обзор особого труда не составляет написать. Как я это делал, когда я был в химтехе, ну, тогда это было давно, кстати, достаточно давно, тогда у меня еще дома не было компьютера. Интернет подключался с помощью телефонного кабеля, телефон, только ночью, потому что он родителям вечером нужен, там с модемом пищащим что-то ищешь, даже Google или Яндекс был доступен. Плюс в университете не было подписки ни на Web of Science, ни на Склопус. Я впервые дорвался до этих ресурсов в Норвегии, стал бы на каждый день пользоваться. Первым делом смотрел профессоров, которые меня учили в химтехе, что же они пуглибывают. Поэтому, что мы делали? В лаборатории газоэлектронографии на кафедре физики у нас были большие подборки, в том числе старых классических статей, и люди, которые работали за границей, представили новые, там действительно были такие гроссбухи и картотека, где можно было найти. Вот так я этим и занимался. плюс то направление науки довольно маленькое. То есть, все-всех знают, поэтому там трудно упустить что-то большое. Вот. Я ответил на вопрос. Да, вполне вы ответили на вопрос, по крайней мере, мне так кажется. Вот, не знаю, как нашим слушателям. Вот. Получается, чтобы наш лид-обзор был удачным, нужно уметь пользоваться поисковыми системами научными базами данных. Так? Так. Ну вот, смотрите, хорошо. Вот мы здесь что-то взяли, здесь что-то взяли. А как это все соединить? Ну, нужно подумать, скажем так. Время есть, да. У нас еще время есть. Нужно постоянно, нет, я имею в виду, это был ответ на вопрос, как соединить, подумать. То есть, нужно попытаться выстроить у себя в голове картину происходящего. На котором публикуется, конечно, такое количество работ, что все их уместить невозможно, но если вы не можете их уместить в голове, можете просто их перечислить, да. То есть, что-то вылезает в вашу голову и в мою тоже и образует полную картину, что-то нет. Да. Поэтому, вообще говоря, когда вы пишете обзор литературы, вы не обязаны быть объективными, то есть, не обязаны быть окончательно объективными. Вы вольны выбирать то, что вам больше нравится, то, что вам понятнее, например, или ближе, и основывать ваше видение на этом. В конце концов, наука – это же соревнование. Если человек пишет непонятно, ну, значит, вы на него меньше ссылаетесь, вот и все. И таким образом можно определить, кто пишет понятнее и доходчивее. Так что, да, это как все это примирить. Так же, как и подготовить обзор, нужно постоянно читать и постоянно думать. И оно более-менее само выкристаллизуется. Ну да, как говорят ученые, это да, чтобы наш мозг постоянно работал, нужно читать сложные книги и слушать хорошую музыку. Это правда. Да, кстати, вот еще, и да, не нужно пытаться объять необъятного. То есть, сначала посчитали три статьи и сделали из них такой кристалл, заготовку для кристалла. И потом оно у вас устоялось, можете идти дальше, глубже, шире и так далее. Ну, так постепенно. Потому что, когда сталкиваешься с огромным массивом литературы, мозг отказывается и отказывается работать. Нужно себя жалеть. Ну да, наш мозг не решит то, что туда попадает, оно назад не выходит. Ну да. Да, нужно более четко подходить к этой работе. Согласен полностью с вами. Вот, мы с вами затронули немного вашу университетскую жизнь. Насколько я знаю, во время обучения в ЭГХТО вы активно принимали участие в общественной жизни вуза? Да, было дело. Было дело, было дело, да. Тяжело ли было совмещать науку и общественную деятельность? Нет, было легко. Почему не? Пожалуйста, рецептам, как так легко совмещать и науку, и общественную деятельность? Ведь это два диаметрально противоположных направления. Ну, почему же? Там, студенческое научное общество тоже, синтез этого и другого. А вы член Совета молодых ученых, то есть вы тоже совмещаете, вы читаете, что это диаметрально противоположно? Мне кажется, нет. То есть, это, по крайней мере, в рамках студенческих научных объединений прекрасно друг друга дополняло. То есть, мы встречались с людьми, которых интересуют одни и те же вещи, одни и те же проблемы, обсуждали, что-то из этого реализовывали на практике, вот вам общественную деятельность. Получается, у вас была общественная деятельность с точки зрения популяризации науки? Ну, это тоже, да, можно сказать, эгоистическая общественная деятельность. Отчасти. Насколько я знаю, не знаю, насколько знают наши слушатели, вы еще раньше занимались вокалом. Да, и сейчас уже занимаюсь. Вот, это немножко, да, такая будет провокация, незапланированная причем. Так вот, как вам удается совмещать творчество и науку? Наука, да, есть творчество. Вы как сказали, нужно слушать хорошую музыку и вот ответ. Вообще, многие ученые музицировали и сочиняли музыку. То есть, музыка – это математика для теоретической химии. Прекрасно подходит. То есть, я к музыке так и подхожу. Люблю, например, Баха, как он препарирует тему, даже, там, чистая комбинаторика, симметрия, теория групп. То есть, получается, вот эта классическая музыка, она помогает вам в какой-то степени расставить все по полочкам те научные результаты, которые вы получили, так? Да, они непосредственно, но слушание музыки, ну, вообще, да, наверное, так. Оно заостряет мозг, помогает разобраться и расслабиться. Владимир, вот у нас была такая вещь запущена ВКонтакте, в группе ВКонтакте и ГХТО, где вам уже задавали вопросы и какие-то вопросы сейчас в чате вам задают. Сейчас я вам задам немножко, но постараюсь вычленить самое, что ни на есть интересное. Итак, первый вопрос. Вы готовы? Да, конечно. У вас есть статьи, которые вы считаете наиболее выдающимися по сравнению с другими, так ли это? Есть, такое дело, да. И тогда вот следующий вопрос, он относится к этому же, мне кажется, какой своей научной статьей вы гордитесь в наибольшей степени и почему именно ей? Это статья в журнале Ангела Антохимии International Dish по структуре срабатированного электрона теоретическому моделированию. В моем профиле Гугл Сколер можете ее найти год назад вышло. Почему я горжусь? Потому что это уникальная работа на методологическом уровне выполнена на таком, на котором никто этого не делал. И перед тем, как мы смогли это сделать, сначала развивали теорию, а потом ее применили и сделали это так, как никто другого не смог. И она, как следствие, была принята в журнал, один из трех лучших химических журналов в мире вообще. И она получила очень высокие отзывы, ей присвоили звание статус VIP article, это не очень very important paper. И она уже широко цитируется, ни одна моя статья не привлекала такого внимания. во-первых, отличные результаты, во-вторых, это результаты многолетней работы, которая наконец-то копилась, копилась и выплеснулась. Переход на новые качественные лунии. Что вы испытали в тот момент, когда вы это поняли? Это уже вопрос от меня. Прилиф антальфинов в крови. Подстегнули дальше работать вас? Да, То есть, вы поняли, что я хочу еще, мне надо еще продолжить? я понял, что я нашел свою тему, продолжаю ее дальше развивать, что это перспективно то, во что следует инвестирует свое время и усилие. Ясно. И еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, у вас есть собственная научная группа? Нет, у меня нет своей группы. То есть, вы работаете? Да, я независимый исследователь, у меня периодически бывают студенты, ну, то есть, да, можно сказать, что есть. Сейчас я работаю один. хорошо, потому что следующий вопрос как раз-таки связан со студентами. Вот, получается, под вашим началом работают ли студенты, это мы выкидываем, потому что вы только что ответили, что да. Да, бывает. Как вы строите с ними рабочие взаимоотношения? По-разному, студенты разные, зависит от человека. Ну, вообще, я склонен применять такую гуманистическую модель лидерства, основанную на ориентацию на персонал. То есть, мне важно, чтобы человек себя хорошо чувствовал, не считал себя глупым и угнетенным, тогда он будет работать. Обычно так и происходит. Потому что, такие студенты, которые занимаются наукой, люди мотивированные, их никто не заставляет это делать. Что они к тебе пришли, значит, они будут работать, не нужно их стягать и удержать. Получается, вы придерживаетесь принципа, чтобы что-то получить, нужно сперва дать. Именно так. Ну, я надеюсь, уважаемые слушатели тоже возьмут это себе на заметку. Вот, я сейчас не только о студентах. Вот скажите, пожалуйста, мы уже поняли, что вы больше гуманистического плана, как научный руководитель. И как проявляется ваша мотивация на студентов? Как вы их мотивируете? Чем вы их мотивируете? Я им показываю научные публикации и рассказываю про людей, которые занимались подобными вещами и как сложилась их карьера. Первонарк публикации, смотри, соработируемый электрон, антагио-антохимия, что такого делать не имеет, мы умеем. Хочешь, интересно, давай займемся. Можем повторить и сделать лучше. То есть, вы показываете публикацию, ты можешь стать точно таким же учтенным, только лучше. А то и лучше, это хорошо. А есть ли какие-нибудь стимулирующие вещи в вашем университете для студентов? Как это стимует студентов, которые занимаются наукой? Есть гранты небольшие. Они вообще грантовые системы на Западе по-другому организованы. То есть, это не зарплата, но можно выиграть грант примерно стажировку. плюс есть премии, награды. Для чего я вообще задал этот вопрос? Чтобы на самом деле еще раз убедиться из первых уст, что в данном случае стимулирование студентов как в России, так и за рубежом, оно по сути одинаковое. Да, то есть, у нас грантовая система поддержки есть, да, и конкурсы, и так далее, все это имеется. Да, тут надо отметить одно, что здесь студентов, скажем так, студенты, которые занимаются наукой, начинают это делать позже, и вообще это делать студентам не обязательно. У нас тоже, но у нас, мне кажется, студенческое научное движение шире. Угу. Так, я вас понял. И осталось еще два провокационных вопроса от наших слушателей. Первый. Бытует мнение, что российские ученые нужны на Западе только как рабочие руки. Так ли это? Только как рабочие руки? Да. Я не думаю, что на Западе существует какая-то особая политика по отношению к российским ученым. То есть российский ученый туда приезжает, и он вливается в карьерный поток. Если он достаточно хорош, он вырезает наверх, если он недостаточно хорош, то ходит. все нужны как рабочие руки. Вообще человек как аспирант есть рабочие руки, как пуздок он есть рабочие руки. Затем он уже сам нанимает рабочие руки, если он становится профессором или каким-то другим начальником. То, что есть наверное некоторые не самые чистоплотные научные руководители, которые не прочь выписать себе из бедной страны пару хороших рабочих рук за небольшую плату, конечно, это есть, но я бы не стал обобщать. Кто-то пользуется такой возможностью, это распространяется не только на Россию, но и на другие страны столь богатые. Хорошо, понятно все. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы видите дальнейшее развитие своей карьеры за рубежом? Не знаю, хороший вопрос. Да, то есть мы до этого с вами общались, да, то, что нужно иметь какой-то план, цель, мотивацию, стимул. У меня есть некоторое количество вариантов. Не факт, что я останусь в академической науке. С вашей позволения я бы не хотел это обсуждать. Можно обсудить, но это будут планы. Потом опять будете спрашивать, если все окажется неправдой, будет либо лучше, либо хуже. И последний вопрос вам, который буду задавать всем нашим гостям. Если бы вы не стали ученым, то кем? Музыкантом? Да. Не, наверное, точно. Владимир, спасибо большое за продуктивную беседу. Вы, как мне показалось, очень приятный собеседник, и наши зрители вынесли из нашей беседы что-то полезное. Надеюсь. Мне было очень приятно. Спасибо за такую возможность. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, следующий прямой эфир состоится 17 апреля в эту пятницу в 17.00. И в гостях у нас будет кандидат химических наук Арсений Атлетов. Ну, а мы с вами прощаемся и просим вас не болеть. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...